Доминиканская республика – это та страна, куда хочется убежать от продолжительной зимы и холода. И пусть перелет до этого райского уголка планеты долог и путевки недешевы, чувства в этом случае часто побеждают разум. Обещанная хорошая погода в Доминикане идет как антипод прогнозу на январь или февраль в российском родном городе. Доминикана притягивает туристов, выбирающих исключительно пляжный отдых. Ради исключительной погоды и красоты моря, они готовы перенести длительный перелет. Серферы, которые ищут высокие волны по всему земному шару, никогда не упускают возможности покорить океанскую воду на одном из курортов Доминиканской республики. Мягкий, хороший климат, первозданная красота и потрясающая экология идеальны для того, чтобы купаться круглый год, нырять с аквалангом и заниматься любыми другими видами спорта, для которых не нужны низкие температуры. Наиболее известными у туристов являются такие курорты, как Пунта-Кана, Самана, Ла Романа, Бока-Чика, Пуэрто-Плато, Сан-Педро-де-Марикос. Пунта-Кана – райский уголок Доминиканы, небольшой город с длинной береговой линией. Отели здесь невысокие, поблизости расположены национальные парки, шикарные рыбные рестораны, в мангровых лесах обитают тропические птички. Сюда приезжают семьями. В самом городе Пунта-Кана туристы не останавливаются, но именно сюда прилетают самолеты, и здесь останавливаются международные автобусы. Пунта-Кана разделена на несколько районов, каждый из которых имеет свои особенности. Есть новый элитный с высокими ценами и соответствующим уровнем сервиса район, где сосредоточены магазины, банки, аптеки, дискотеки и ночные клубы. Есть места, где самая чистая и безопасная вода, но там нет инфраструктуры. Бока-Чика, лагуна, расположенная недалеко от Санта-Доминго в Доминиканской республике. Пляжи этого места считаются одними из самых лучших в мире. Песок здесь мелкий, как пудра, и белый. В Бока-Чике есть виндсерфинг, возможность покататься на водных лыжах, понырять с аквалангом и походить под парусом. Почти все отели располагаются не у воды, в отдалении от береговой линии. Бока-Чика славится своей кухней, состоящей из морских блюд, рыба и морепродукты подаются с банановыми лепешками, жареной маниокой или бататом. На заметку. Путешественники, выбравшие Бока-Чику как основное место отдыха, плавают к небольшим островкам, расположенным поблизости. Например, на Лос-Пенес и Ломатика. Лос-Пенес покрыт дремучими лесами, и сюда стоит взять средства от насекомых, Ломатика – это мангровые заросли, передвигаются между которыми на лодке по воде. Пуэтроплата, этот курорт расположен на севере Доминиканской республики, очень отличается от Пунта-Кан и тем, что здесь мало туристов, в отличие от последней. Отелей тут мало, пляжи часто пустуют, ночной жизни нет. Сюда приезжают за спокойной, размеренной жизнью. Этот курорт идеально подходит для любителей серфинга, потому что Атлантический океан в этом районе не отличается спокойствием. На Пуэтроплата нет дискотек и ночных клубов, но здесь есть небольшие недорогие кафе, рестораны итальянской и мексиканской кухни. Ла Романо – главный город на востоке Доминиканы, сегодня – это одно из лучших мест для семейного отдыха или медового месяца новобрачных. Помимо шикарных гостиниц, Ла Романо известно дайвингом и ночными развлечениями. В Ла Романо есть свой собственный аэропорт, но добираются сюда от Пунта-Канэ. Всего 70 километров, и турист в этом райском уголке распаковывает чемоданы и мажет нос и плечи кремом от солнца. Сомана – полуостров Доминиканы. Очень тихое райское место, отдыхать в котором можно рекомендовать влюбленным или молодоженам. На Сомане можно купаться в океанической воде, рыбачить, нырять с маской или с аквалангом, заниматься венчерфингом. Сомана уникальна тем, что здесь можно увидеть горбатых китов. Каждый год они приплывают сюда для того, чтобы дать жизнь новому поколению. Туристам предлагают посмотреть на этих удивительных млекопитающих со специальной смотровой площадки или отправиться на катере, чтобы увидеть их вблизи. Отдых в Доминикане обязательно понравится тем, кто любит комфортную погоду, хорошо прогретое море и не представляет себе путешествие без многочасового купания. Если туристу не нравится постоянная жара, то это не его страна, ведь прохладным воздухом не удастся подышать даже ближе к ночи. Воздух здесь влажный, к такому не привыкли жители европейских городов. Погода в Доминикане В январе температура воздуха в Доминикане круглый год держится на отметке не ниже плюс 29 градусов, а по ночам опускается до плюс 20 градусов в зимний сезон, а летом она выше плюс 33 градусов с днем и плюс 23 градусов с ночью. Температура воды в океане более чем комфортная, летом здесь плюс 28 градусов с, а в зимние месяцы плюс 26 градусов с. Обусловлен такой климат расположением Доминиканской республики, она близка к экватору, однако здесь не бывает изнуряющей жары, воздух смягчают пассатые горы, охраняющие западную часть страны. Важно, в определенное время года в Доминикане бывают серьезные ураганные ветра. Как и в любой туристической стране, в Доминикане бывают два сезона, высокий и низкий. Высокий сезон, ноябрь-апрель. В это время Доминикана наблюдает наплыв туристов, сильная жара спадает, и температура воздуха становится комфортной для отдыха большинства приезжих. В этот период не дуют сильные ветра, нет дождя, скорее, это даже редкость в эти месяцы, тропические тайфуны не затрагивают эту часть планеты. Январь – самый холодный месяц, но очень редко, когда здесь бывает плюс 24 градуса. Однако таких случаев не было уже давно, в том числе и в 2018 году. Низкий сезон – это весенний месяц май, лето и немного осени. Заканчивается он в октябре, характеризуется сильными, порывистыми ветрами, однако ураганы не касаются Доминиканской республики. Дожди здесь возникают резко, проливаются большой массой и сменяются солнечной погодой. Это не мешает туристам наслаждаться теплом и морем. Бывает, что океан становится мутным, вода неспокойная, но даже дайверы не особо страдают от такого неравновесия в погоде, поскольку волнения затрагивают лишь поверхность воды и не достигают уровня глубины, куда обычно погружаются любители подводного плавания. Обратите внимание, иногда дождь стоит стеной несколько дней, тогда вся туристическая жизнь проходит на территории отеля. Погода в Доминикане В июле отдых на курортах Доминиканы считается самым комфортным в январе и феврале. Туристы отмечают, что у океана жара не чувствуется совсем, это не жар Египта, когда от палящего солнца хочется спрятаться в самой глухой тени. Температура воздуха и воды, соответственно, в районе курортов примерно выглядит так. Пунта Кана Декабрь, январь, февраль, плюс 27, плюс 26 градусов с, март, апрель, май, плюс 28, плюс 27 градусов с, июнь, июль, август, плюс 30, плюс 28 градусов с, сентябрь, октябрь, ноябрь, плюс 31, плюс 29 градусов с. Бока Чика, декабрь, январь, февраль, плюс 29, плюс 27 градусов с, март, апрель, май, плюс 28, плюс 26 градусов с, июнь, июль, август, плюс 32, плюс 29 градусов с. Пуэрто-Плата 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 Пуэрто-Плата